здравия желаю cold steel greek общая длина 175 миллиметров длина клинка 76 миллиметров толщина клинка три с половиной миллиметра сталь аус 8 а рукоять gfn замок 3 adlock вес 85 граммов произведен нож тайване начало производства данной модели 2017 год и зачитаю сейчас описание с каталога cold steel greek создан андрю демка как функциональный нож на каждый день неглубокая выемка на обухе клинка обеспечивает удобный упор для большого пальца при выполнении тяжелой работы или упор для указательного пальца при использовании кончика для точной резки но именно рукоять greek а выделяет его среди других изготовлена из gfn эргономичной формы со сменной двухсторонней клипсой этот чрезвычайно тонкий и плоский низкопрофильный складень удобно носить собой в карманах кроме того полимерная клипса greek невероятно удобно в руке в отличие от стальной клипсы она не поцарапает лакокрасочное покрытие и не повредит кожаное сидение вашего автомобиля и вначале начну с первых впечатлений она же только его получил и раскрыл и знаете он показался мне на картинках меньшего чем есть он на самом деле когда его держишь в руке это не такой уж и маленький ножичек да вот смотришь картинки видео или читаешь его характеристики и это из-за его ширины хоть он и совсем небольшой клинок 76 миллиметров но он довольно широкий но конечно же нож не для всех естественно потому как формы формы такие на любителя дизайнеры здесь конечно около стил оторвались на славу ну и самая такая экстравагантная деталь в нем я считаю это клипса и это то что мне больше всего в нем не нравится ну как-то непривычно не то что она прям уж очень неудобно просто непривычно такая здоровенная здоровенный кусок пластика все мы привыкли видеть обычную металлическую небольшую кота клипсу то здесь же такой огроменный лист лопуха ну и мне откровенно не нравится как она работает она такой средней жесткости скажем так но у нее кончик посмотрите не отогнут а находится как бы вровень с рукоятью и поэтому посадка на карман не скажу что уж прям какая-то такая великолепная иногда даже приходится двумя руками его садить блин гоняют нас сегодня с кожей там с места на место постоянно эти людишки все мешают так вот клипса переставляется на две стороны вот сейчас она стоит с одной стороны а здесь противоположно имеется вот такая вот заглушка и в комплекте идет вторая клипса заглушкой для другой стороны что можно было поменять местами или же можно установить и вторую клипсу и ходить с ними с двумя и так даже возможно будет в чем-то плюс потому как посмотрите на рукоять она здесь здесь имеется такая вот выборка ну как раз под клипсу вот здесь располагается клипса и она идет здесь вровень с рукоятью то здесь большая выборка если вы поставите клипсу вторую здесь рукоять будет более объемная без этой впадины баланс у ножа находится примерно в районе осевого винта чуть чуть дальше к рукояти и хоть вес у ножа относительно небольшой 85 граммов как для такого размера клинка ну в принципе сойдет еще же не забываем что здесь толстенный клинок толстенный замок кусок стали и поэтому когда вы держите его в руке он ощущается как не то что тяжеленьким а вес его ощущается потому как все перевешивает в клинок рукоять совсем тонкая полая рукоять выполнена из термопластика на ней имеется насечка по типу как у вояджера похожи такие вот крестики которые добавляют цепкости здесь также имеется насечка но более мелкая но все равно она такая знаете как как мелкая наждачка такая слабенькая наждачка тоже вполне вполне цепкая плюс на клипсе также имеется это насечка сцепление с руками всегда с пальцами хорошая и рукоять относительно удобная что удивило меня она не на минает при силовой работе если какую-то выполнять силовую работу крепко сжимать нож крепко им как-то сильно так работать тот в этом месте она не нами нами практически не на минает хотя она не сказать что толстая такой средней толщины если взять spider к эндуро для сравнения то она будет ну возможно чуть чуть толще если например для сравнения за spider к эндуро то грик будет немного толще так что в силовой работе прям зачет единственное что мне не понравилось это под пальцы вот эти все выемки ну как я всегда говорю так оно и есть что эти все выемки под пальцы они обязывают потому как не у всех руки то одинаковые и у допустим у меня при определенных работах пальцы ложились прямо на вот эти вот выступы и что еще удобно что рукоять широкая как и сам клинок как и рукоять широкая не узкая и когда его держишь в руке нет такого ощущения знаете что вот чего-то не хватает где-то пальцы где-то как-то неправильно сидят а в руке он чувствуется так добротно хорошо рукоять без лайнеров это еще будет видно на разборке только сам один пластик если его сжимать то он прогибается потому как пластик ну совсем особенно в этом месте он тонкий и при сжатии он прогибается ощутимо и хоть если сжимать так пальцами рукоять прогибается то когда ножом работаешь если вот сильно его сдавливать этого ничего ничего не чувствуется никакой хлипкости нет потому как конструкция у него жесткая во-первых здесь коромысло замка которая все это соединяет добавляет жесткости посмотрите какой на толщины и дальше идет пластиковый бэкспейсер и поэтому во всей верхней части на тыльнике рукоять полностью сбитая и повторюсь в руке никакой хлипкости ничего такого нет даже когда им работать сильно сильно его сжимать раскрытие ножа происходит за шпинек и он здесь такой же своеобразный как и клипса он пластиковый и съемный вот в этом месте сверху на обухе находится винтик который его держит и при желании можно его снять и пользоваться им без шпинька и будет просто как спайдер холл просто будет отверстие в клинке но у меня это сделать не получилось потому как ни одна моя отвертка не подошла и раскрытие за эту приспособу в принципе удобно не скажу что это как-то супер удобно как по мне лучше было бы здесь отверстие но и так понимаю они решили обыграть как бы обойти патент спайдер к потому как мы кругло отверстие понятное дело оставить нельзя но сделала вот такую вот съемную штуковину все осталось легальным и при желании можете его снять и пользоваться как спайдер холлом и мне это решение очень нравится потому как клиночек уж совсем небольшой и этот шпинек ну уж сильно он посмотрите одну четвертую наверное части клинка он ворует шпинек этот одинаковый с двух сторон на нем имеются насечки и он выполнен в форме конуса так что по раскрытию вопросов нет но интересно было бы попробовать как это делать с помощью отверстия хотя она здесь будет и совсем небольшое если снять это шпинек складывание замок триадлог все мы знаем что он такой относительно жесткий и здесь он такой нормальный как для такого малыша нужно хорошо придавить и плюс механика здесь не очень такая не скажу что прям идеально я нож пока еще не разбирал чуть позже это сделаю и нужно хорошо придавить замок пружина такая хорошая жестко допустим был у меня sr1 light танто так там была такая пружина только нажимаю на этот замок все клинок сразу падает но уж сильно как-то было это все так слабенько как для такого крепкого большого ножа то здесь нож совсем небольшой а пружина такой хорошей жесткости и момент по складыванию ну частично касается конструкции на коромысле замка здесь не снята фаска острый край такой прям конкретно острый даже можно высечь им искру из огнива и поэтому при складывании но не скажу что сильно но но это чувствуется он как бы так немного немного на минает если 1 20 это все делать складывать раскладывать то как бы палец чуть-чуть так подминается и еще тоже момент при складывании с одной стороны вот хорошо посмотрите клинок полностью заточен до конца просто великолепно потому как мы знаем что у колстил очень часто есть не проточки а то и кита огроменные не проточки то здесь этого всего нет клинок заточен до конца и поэтому нужно палец ставить максимально близко к началу рукояти при складывании чтобы он упал это не заточенной частью которая совсем маленькая вам на палец и как у меня часто бывает я почти всеми своими ножами колстил режусь именно при складывании и в это с этим ножом то же самое что-то я там задумался засмотрелся куда-то и поставил палец чуть дальше он упал мне на палец сложился и оставил небольшую отметину следующая клинок и вот это то что мне больше всего нравится в этом ноже во-первых его форма я не люблю банальные скучные клинки со спусками от обуха ну это уж прям но очень скучно реально такие спуски должны быть у кухонных ножей они должны резать а ножи повседневные на каждый день тем более складные они должны тому же еще радовать глаз я считаю и я вот любитель всяких форм и посмотрите вот как здесь это все выполнено всякие вот эти переходы спуски и вот эти все штуковины да вот этот выемка под палец посмотрите на сатин он как продольный так и поперечный но я считаю здесь ребята постарались да естественно это может нравиться не всем такие клинки но я считаю работу они проделали хорошую в этом плане снимаем с кожиком возле больницы хоть и воскресенье но движуха постоянная как они все задолбали по клинку с одной стороны надпись название модели с другой стороны название компании марка стали страна производитель и вот кстати почему aus 8 а вы не знаете они же перешли ну не на всех ножах но перешли на aus 10 а но есть некоторые модели которые до сих пор производятся со сталью aus 8 а но и в очередной раз смотрю через камеру на клинок и блин как же он радует глаз подвод у клинка широченный здоровенный и сделан даже посмотрите равномерно но плюс-минус равномерно как для cold steel сделан он я бы сказал отлично самое главное рабочие свойства от в чем нож хорош так это в работе он отлично врезается в различные материалы ну понятно не в продукты по продуктам естественно он будет их пнуть можно на этом не останавливаться спуски не от обуха прямые от середины клинка при толщине 35 как он будет резать вам продукты тем более твердое вот кстати на примере яблок можете посмотреть как он с этим справляются полноценный тест по продуктам будет позже да вот хоть она не сильно большое но из-за этого шпенька не получается его полностью прорезать ну и понятное дело что подколол на только на тонкие дольки еще более-менее вот если крупные куски то что-то твердое он будет естественно раскалывать но на более мелкие в принципе нормально ну как относительно как для такого клинка так что какие-то там бутерброды он вам сделает это опять же шпенек этот здоровенный что-то большое даже тот же сыр на бутерброды уже прорезать как-то проблематично будет это все дело забиваться будет мешать просто не будет туда входить поэтому шпенек однозначно нужно выкручивать но продукта это такое я считаю что он складной нож маленький тем более такой городской он в первую очередь не для продуктов а в первую очередь помощник в этом плане он справляется со своей задачей отлично как вначале я сказал разрезает материалы различные ну хорошо даже очень хорошо на твердую пятерку он это делает также он достойно стружит древесину и как упоминал еще в плюс с этой рукоятью которая практически на не наминают можно выполнять даже относительно тяжелую работу этим ножом рабочее качество мне его очень нравится и что мне еще очень нравится это кончик клинка но это мой такой бзик такой небольшой кто постоянно смотрит наверно вы знаете но посмотрите какой здесь клинок он сохраняет свою толщину практически до конца но он очень мощный как для такого малыша он просто нереально толстый кончик клинка вот для примера spider к эндуро ну и понятно кто здесь папа и опять же я считаю что у рабочего ножа карманного должен быть кончик клинка ну как минимум не тонюсенький какой-то чтобы можно было что-то им поддеть как например всегда я упоминаю то можно поддеть крышку на банке с краской ну или же еще что нибудь потому как повторюсь для меня нож такой городской маленький небольшой это помощник который должен не только резать а кое-что там подковырнуть проковырять поддеть что-то еще и вот этот кончик справляется с такими задачами просто великолепно а теперь разборка для этого потребуется торт ст 10 для осевого винта и винта клипсы и торт ст 6 для винтов рукояти и плашка там сидит плотно придется поддеть ее заглушка для противоположной стороны пластик довольно жесткий особенно вот в этом месте здесь понятно тонковат намного тоньше в три раза наверно чем здесь поэтому да здесь гнется сильнее но все равно жесткость присутствует в нем какая нестандартная пружина ну и принцип работы замка и что еще интересно роль направляющей для коромысла замка служит штифт в который вкручивается винт рукояти обычно у колстил это отдельная деталь идет просто штифт который вставляется в рукоять но так как здесь размер уж очень компактен я так понимаю что пришлось сделать такое решение чтобы соединить эти две детали штифт который скручивает рукоять стягивает и штифт для замка для коромысла в осевом узле по одной фторопластовой шайбе с каждой стороны и они средней толщины даже чуть ближе к тонкой но не совсем пленочки втулка и осевой винт большие крепкие втулка с антипроворотом и как для такого маленького ножичка прям все очень солидно вокруг осевого также много металла ну и вообще клинок мощный мясистый и вот посмотрите в этом месте металл желтого цвета и как и говорил в начале этот штифт этот шпенек меня не получилось выбрать потому как здесь насколько я вижу шестигранник а мой шестигранник на полтора не подошел здесь он явно меньше нужен и в разборке все просто все понятно мне нож понравился механика ну такая себе нужно прям сильно прожать коромысла и делать это не совсем удобно потому как палец нужно сильно далеко вперед сюда проносить чтобы клинок вам не упал на пальцы коромысла сильно сзади рукояти такой клиночек как не то что тугой ну не идеальная какая-то механика но вполне норм полюс там такой люфт присутствует небольшой присутствует я пытался сосевым подтягивать но тогда уже уж сильно туго ходит клинок и да и такой люфт также небольшой имеется но опять же если затянуть сильнее то клинок ходит ту же я решил оставить так вот как есть любопытный нож и такой у меня немного с этим ножом как диссонанс глядя на его и после его использования просто каким попользовался клинок мощный толстый конкретный рабочий и такая тонкая рукоять но не то что она она просто как бы ему не соответствует вот я бы хотел наверное видеть этот нож с накладками из g10 чтобы они были потолще чтобы это было все покрепче меньше каких-то вот этих вот выемок и клипса хотя бы стандартная колл стиловская а лучше отсюда бы проволочная подошла бы и был бы тогда немножечко прям совсем интересный и несколько ножей для сравнения викторинок с 91 и 111 миллиметров и сезон куда спадер котенейшис колл стил раджа 3 река на день коржик уже сильно скучает поэтому нужно как-то заканчивать но и будем подводить итоги нож мне понравился вот как я к нему так относительно скептически относился когда только видел его на картинках но как я его получил особенно когда им попользовался мнение моё поменялось довольно интересный необычный такой нестандартный ножичек хоть он и небольшой согласно ттх но когда вот берешь в руку то он не ощущается каким-то маленьким и как для городского ножичка нож выглядит не агрессивно я буду рассказал необычно и никого он смущать не будет а наоборот даже наверное привлекать внимание своими этими формами ну и может клипсой в том числе и я бы даже знаете хотел видеть его немного в других цветах потому как черный олива ну уж такое это больше для каких-то тактиков а вот если были здесь цвета повеселее было бы даже прикольнее так что если кому-то нужен относительно компактный небольшой ножичек с относительно небольшим клинком такой себе городской помощник крепыш с хорошим рабочим клинком мощным крепкой конструкции то рекомендую присмотреться и на этом по ножу на сегодня все кому был интересен только нож ними прощаюсь а дальше у нас будет раздел как всегда кто любит досматривать видео до конца и сейчас мы с кожанком отправляемся в гданьск как это еще вот сколько я снимаю а у меня ни разу гданьск не был в кадре а это я считаю самый красивейший город в польше никакая варшава даже краков с ним не сравняться но вначале мы заедем в аэропорт встретим нашу маму наконец-то на прилетает ну и потом прогуляемся по городу на этом все конец связи коржуня пойдем пойдем домой ну и 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»